Спортивный путь начался интересно. В 1969 году на уроке физкультуры приехал тренер Владимир Лившис и сделал набор. Ну и в этом наборе попал я. Нам показали бадминтон и мне понравился. Ну и с тех пор я начал заниматься. Первый раз чемпионом Союза стал в 1975 году в Ереване. Единственное, что мне не получилось участвовать в Олимпийских играх как игроку, потому что когда бадминтон в 1992 году впервые я стал Олимпийским видом спорта, мне уже было 40 лет. Возраст уже такой, что уже нельзя было играть. Здесь, в Беларуси, когда меня попросили вернуться, я возглавил сборную и, скажем так, я был главным тренером 22 года. Две девочки стали чемпионками Европы. Костючек Надя, она и до сих пор еще играет. И Оля Конан, которая была двукратной чемпионкой Европы и девятой на Олимпийских играх. На первые Европейские игры и на эти, да и на вторые. У нас как на Олимпийские игры нужно попасть по рейтингу. То есть ты должен попасть 48 лучших мужчин или женщин мира. В бадминтоне, понимаете, вид спорта такой, которым нужно чувство мяча. Надо играть миллиметровщиком быть. Достигает тот результат, кто играет тонко к линиям, тонко к сетке, на миллиметры, на сантиметры. Я думаю, это врожденное чувство. Это вот развить можно, но не до такой степени. Делайте то, что надо делать, и вы будете чемпионами.